Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет комментирую для вас Луцкий Александр, мы продолжаем проходить карьеру игрока FIFA 16, у нас матч против Лестера в Кубке Англии для начала, кроме того в сегодняшней серии начнутся трансферы, трансферное окно, я как и говорил до конца этого сезона 16-17 мы Нью-Кассел, не покинем, но понаблюдать за трансферами клубов английской премьер-лиги я думаю будет интересно и за трансферами Нью-Кассела в том числе. На кубковый матч против Лестера в гостях мы выходим опять на позиции правый центральный полузащитник, я не понимаю почему нас допустим с Сисока нельзя поменять местами, но это решение тренера, мы снова в глубине поля, попробуем оттуда какую-то опасность создавать, и да, я наверное сыграю один тайм, потому что не хочу я на этой позиции играть и мучиться весь матч. Домашний стадион Лестера, King Power Stadium, оказывается вот какой домашний стадион у Лестера, я если честно не знал до сего момента название их стадиона. Ну что ж, старейший футбольный турнир Кубок Англии, состав Лестера на ваших экранах, мы уже по-моему в чемпионате Лестер обыгрывали, если мне не изменяет память, вот, поэтому нужно только повторить уже в кубке, у нас состав не особо основной, но тем не менее это нам никогда не мешало показывать достойную игру, и снова нам показывают собственно нашего персонажа, Александр Пасиков, лидер команды, поехали. Пасиков первый раз принимает мяч, играет на Кобыля, назад немного, Янмат, Обертан, Пасиков открылся здорово, и можно тут партнеру отдавать, да, это Перес, но скоростеночка Пересу конечно не хватило здесь, не хватило, его так очень элегантно корпусом оттеснили защитники Лестера. Ну что ж, первая атака вполне неплохая, как по мне. Пасиков снова с мячом, играет на фланг, здесь Кобыля, Кобыля в центр на Де Йонга, снова Пасиков, дальше, 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 это уже Перес, Сисока, хорошо разыграли, Гуфран на Пасикова, ого! Я, во-первых, не запрашивал, ну и во-вторых, не думал, что пройдет такой пас. Айдара, именно так фамилия правильно читается этого защитника, Перес, играет на фланг, ну что, пытаемся, пытаемся комбинировать, по крайней мере это меня радует. Вот, снова Пасиков, здесь можно, да, партнера отдать, Янм от забегания сделал, и перевод на другой фланг, ну смотрите, вроде бы команда Нью-Кассел настроена на этот матч, играть именно в комбинационный футбол, и даже через центр тут можно нормально так через пас выходить, то есть из глубины, организовывать атаки Де Йонг, хороший проброс мяча на ход себе, дальше Пасиков, здорово, и можно на фланг здесь, да, Кобыля! Пасикову можно было вернуть, да, но он подал, Шмейхель, вышел и забрал мяч, Пасиков ушел от двоих, еще одного на противоходе поймал, и здесь вот передачу надо отдавать, и не прошла, опять-таки, чуть-чуть не в темп, поймал своего нападающего же на развороте, ладно, надо было, значит, брать на себя, идти дальше, раз партнеры не ждут таких передач в разрез, Гуфуран в отборе, вот это я зря запросил, правда, Пасиков сразу вступает в отбор, и без нарушений правил действует, но Лестер остается с мячом, 6-4 пока оценка у Пасиков, не так, чтобы плохо, но не так, чтобы и хорошо, Варди, Инлер, назад играет, Делаед, вот это опасно, Махрес, но нет, ничем атака Лестера не закончилась, Пасиков, Охо, Охо, нет, взял на себя, на своей половине поля, и это потеря, друзья, это контратака Лестера, я думал, чисто на скорости убежим, но не получилось, Варди, по флангу, чуть назад, тут надо вступать во двор, и вот перехват от Пасикова, Александр, отправляет в прорыв Переса, Перес, чуть притормозил, Гуфуран, дальше Сисока, Пасиков, через центр можно, и вперед, вперед играй, Ерей, вперед, ты защитник, я понимаю, но хотя бы какой-нибудь пас ты должен уметь давать делать, ну вот, уметь давать делать, это я сказал, конечно, сделал он пас пяткой на Пасикова, собственно, а Пасиков не смог обыграть один в один здесь, не знаю, я, конечно, могу через передачу все время играть, но это однообразная игра, иногда не приводит ни к чему хорошему, то есть соперник привыкает, и всех партнеров перекрывают, а еще и партнеры не всегда здорово открываются, так что иногда нужно идти в дриблинг, уж простите меня, кому-то это сильно не нравится, я знаю, но в карьере игрока именно так нужно действовать, как по мне. Варди, еще одна атака Лестера, аккуратнее, 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 ну что же вы, и только Александр Пасиков в подкате, мне кажется, помешал здесь Варди спокойно забить, то есть поторопил его этим подкатом, ну и Дерлоу, опять сейв, 39-ая минута встречи, навес, Дерлоу, вот сейчас он не сыграл на выходе, и только защитник его выручил, ворота уже были пустыми, Перес выиграл борьбу, отлично, Пасиков, Пасиков дальше на Гуфрана, там Перес открывается, но Гуфран берет на себя, и Дерлоед его спокойно оттесняет, Пасиков, там Сисокко впереди, да, отлично, Сисокко, ну вперед играя, нет? Да, отлично, Сисокко сыграл, вперед Перес, на ход пробрасывает себе на фланг, остановился, развернулся, отдал Янвату, дальше Пасиков уже получает мяч, Пасиков на замахе, ну, опять бессмысленный этот ложный замах, они прям как будто ждут этот ложный замах, и отбирают мяч, Махрес, Дерлоу, спокойно, ой, ирэй, ой, ирэй, один остался против двоих, исправился таки, Пасиков, Де Йонг, все, друзья, как я и говорил, мы отыграем первый тайм, и покинем поле, потому что это не дело играть в центре, я привык играть уже на ЦАПе, контроль мяча плюс один, 75 завершенных матчей, между прочим, у нас контроль мяча, оказывается, еще прокачивается, вообще надо успехи посмотреть, что у нас там еще не прокачено, что у нас там еще не достигнуто, итак, смотрим, прошли ли мы Лестер, в Кубке Англии, 0-0 ничья, значит, будет переигровка, и она назначена уже на следующую неделю, то есть в следующей серии у нас будет переигровка с Лестером уже дома, ну а пока матч чемпионата с Вестбромичем, или в этой же серии, потому что, возможно, с Вестбромичем нас не выпустят, я вас поздравляю, друзья, точность удара прокачалась до 74, и это позволило общему рейтингу вырасти до 87 у Пасикова, что, несомненно, здорово, с Вестбромичем мы таки попали в стартовый состав, но вы посмотрите на нашу позицию, опять правый центральный полузащитник, что за издевательство, тренер, я так не договаривался играть в Ньюкасле, слушайте, ну это издевательство, реально, я уже задумываюсь об уходе, правый центральный полузащитник, почему это место отрядили Пасикова, я не понимаю, отбор у него не очень хороший, перехваты тоже, я уж не говорю про борьбу и верховую там, и внизу тоже, ну ладно, в дождь будем играть, опять мы на ПЦП, я опять попрошу замены, наверное, после первого тайма, может быть, силы останутся хоть на Манчестер Юнайт, на следующий тур, и кстати говоря, у нас Тима Крулл наконец-то вернулся в рамку, наконец-то наш основной вратарь восстановился, это радостно, это действительно радостно, Пасиков, ну вот, чем плоха моя позиция, здесь в дриблинг не поиграешь, любая потеря, это привоз атаки на свои ворота, вот чем главная проблема, рисковать здесь приходится меньше, соответственно, опасности и креатива от Александра тоже идет меньше, вот и вся проблема этой позиции, Крулл вытаскивает первый удар по нашим воротам, Пасиков выводит Брейтвейта, Брейтвейт, что придумает, играет на фланг, тут Сисокко, снова Сисокко, Сисокко новый ЦАП у нас, Пасиков открывается с фланга, Пасиков, развернул одного защитника, второго не смог пройти, но надо было другой финн демонстрировать, а не этот, был шанс пройти, Весбромвич спокойно катает мяч, ничего опасного, конечно, не создают, но и Нью-Касл отобрать не может, Моррисон, там втроем его притингуют, пас назад, ну вот что это за раскат, Весбромвич вообще не позволяет Нью-Каслу, проворачивать атаки, ой-ой-ой, какой заброс, Карнер принимает мяч, скидывает на ничебе, только не пенальти, ребята, заброс, может быть сейчас что-то получится, Пасиков, нет, тут же потеря, тут же потеря, 5-7 оценка, ужасный матч пока, и для Александра, и для всего Нью-Касла, подача Крул, хорош, что дальше, Александр Пасиков, на ход отдает Сисокка, Сисокка назад на Пасикова, снова Сисокка, Гуфран, ну и назад опять, что за бред, да что за, Ладно, Пасикова вывели здесь, да что вы творите, ой жесть, странная игра Нью-Касла, очень странная, сейчас опять будет потеря, Пасиков, сыграя просто назад уже, из-за дождя, или из-за чего, как-то с техникой у Александра в этом матче, проблемно все, снова Александр, Дайонг, Пасиков, потеря, казалось бы, вот Сисокка, забегай, дружище, забегай, во, вывел Пасиков Сисокка, Сисокка вернул, вернуть Пасиков, удар с развороту, в недодачу Сисокка отдавал Пасикову, и Пасиков, как-то там исхитрился пробить, не попал в ближний угол, Пасиков на Брейтвейда, Брейтвейд, не торопится, увидел Пасикова здесь, Пасиков сразу на фланг, Кобыля, Пасиков, Кобыля, забивай, да, вдвоем, вдвоем организовали здесь голы, Александр Пасиков все-таки даже с места, право центрального полузащитника отличился, отдал голевую передачу на, Рэми Кобеля, красивая атака удалась Ньюкаслу, наконец-то, через пас, все как надо, передача на фланг, Кобыля вовремя вернул, снова Пасиков, и Кобыля забивает, две стеночки, можно сказать, и защита как-то странно, на Рэми внимания не особо обращала, ну и Пасиков, собственно, нашел это пространство, и им воспользовался, голевая Александра, гол Ньюкасла, гол Кобыля, и мы впереди, 1-0, я уж не знаю, как наша команда доиграет, во втором тайме, но я, как и обещал, покину поле, и буду его покидать, пока меня не поставят на место ЦАПа, Де Йонг, ну и все, да, успели мы за 45 минут сделать голевую передачу, чему я, несомненно, рад, но оценка опять, там, не выше 6,5, вроде как, и мы покидаем поле, короткие Пасы, плюс 1, 100 голевых моментов мы создали уже для команды, это здорово, у нас еще и короткие Пасы прокачиваются, там до 99, и так можно докачать, похоже, похоже, что да, так, ну-ка глянем, вот, что у нас там, да, короткий Пас, 93 уже, 93, друзья, короткий Пас, но я хотел не это посмотреть, я хотел успехи посмотреть, что у нас тут еще, важные Пасы, еще 7 важных Пасов, и контроль мяча плюс 2 будет, еще 10 ударов, створ ворот, и подкрутка плюс 1, еще 3 гола после мастерских ударов, и еще подкрутка плюс 1, еще раз лучший игрок месяца, получим звание, еще контроль мяча плюс 1, да, друзья, действительно много всего еще нас тут ждет, в защите тут позиционные отборы, можно качать и так далее, психология, перехваты плюс 1, агрессивность плюс 1, закрыть игрока нужно еще разок, мы 12 раз уже это сделали, между прочим, передачи тут, ух, короче говоря, многое-многое-многое нас еще ждет, еще прокачиваться и прокачиваться, на 51% у нас только прогресс, что я думал, у нас как бы побольше уже прогресс, короче говоря, я удивлен, итак, 3-0, 3-0, они сыграли с Вестбромвичем, еще 2 гола забили, наверное, на контратаках, молодцы, но у нас матч с Манчестером сейчас, не знаю уж выпустят нас или нет, мы играли по тайму, и эта серия, скорее всего, будет достаточно короткой, посмотрим, да, мы в составе с Манчестер Юнайтед, в матче, и на позиции ЦАПа, друзья, так что играть будем до конца, Алькасар в нападении, Гуфран слева, Кобыля справа, Сисок и Де Йонг под нами, ну вот, то, что я люблю, как говорится, как раз тот состав, с которым мы наиболее удачно играем, Манчестер Юнайтед мы уже недавно обыгрывали, можно повторить, но правда, сейчас играть будем на Олд Траффорд, стартовый свисток прозвучал, Александр Пасиков все еще со своими зелеными волосами, ну что, на позиции ЦАПа на сей раз, первый матч за три, где мы играем на своей позиции, снова, в первые минуты, я думаю, буду привыкать, Пасиков, выводит Алькасар вперед, Алькасар, Пасиков, и сразу налево, оу, Гуфран, ну как-то нерасторопно ты действовал, дружище, Дехия на воротах, не Вальдес на сей раз, это проблема будет, это уже тебе не Витя, Давида Дехия пробить будет не очень просто, Пасиков на перехвате, сыграл с Гуфраном, Гуфран возвращает Пасикову, Пасиков здесь что придумает, тоже разворачивается, против троих, увидел, увидел, Сисокко, Сисокко, снова на Пасикова, пятка, и нет, не на Пасикова, оу, а дальше передача странная, очень странная, не точная, и Руни, ведет Манчестер Юнайтед в контратаку, отличный перехват, Александр, идет, идет по флангу, Александр Пасиков, что здесь, ноутач дриблинг, еще дальше, отличный проход может быть, смотрите, кроет правую ногу, кроет и левую ногу, но Пасиков продолжает смещаться, и заработает угловой, да, зарабатывает угловой для Ньюкасла, хороший проход, как по мне, здесь можно запросить, запросить, низом только отдайте, да, Пасиков, подача, накрывает его Валенсия, Пасиков остается с мячом, Александр, резко развернулся, Александр Пасиков, уже в штрафной, подкат от Валенсии, не оставляет его, Антонио, Пасиков, финк в другую сторону, ничего страшного, разыгрался с партнерами, обыгрался, и Айдара, теряет мяч, что все тот же Валенсия, отобрал, Алькасер, ну выиграй, хорошо, Пасиков, и дальше уже, здесь Дейонг, убегай, нет, не убежит, или убежит, Дейонг убегает все-таки, Пасикову передача, Пасиков, развернулся, в дальний угол надо класть, ох, Джонс, подставляет, то ли тело, то ли голову, то ли ногу, я не понял, но он спас сейчас, спас Манчестер от гола, рукой вообще, но, да, руки не считаются, здесь у нас, Пасиков запросил опять, что опять, сейчас пойдет дриблинг, нет, навесил, неплохо, кстати, Дехе, Дехе на месте, Пасиков отыгрался с Кобыля, Кобыля в одно касание на, Алькасера, и еще один удар, еще один угловой, неплохо мы действуем, неплохо, подожди, подожди, вот я здесь, Пасиков, один совершенно, навес, еще один угловой, пока не проходят его навесы, но, тем не менее, достаточно все это опасно, Пасиков снова открывается, снова ему передача, Пасиков, навес, ну, здесь забивать можно, нет, Люкшоу опережает, по-моему, Сисокко, Сисокко красиво развернулся, видит Алькасера, Алькасер, что дальше, что дальше, на фланг, Кобыля, Пасиков, снова на Кобыля, ах, Люкшоу, ах, Люкшоу, перехватил, Кобыля, не выключился, еще играй, вы нас, здесь надо взять подбор, Сисокко, хорош, нет, 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 зря вы Александру тут отдаете, Кобыля, да, потеря все-таки, 6,4 оценка, несмотря на все старания Александра обострять игру, Крул, еще, 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 вот это да, Крул сейчас выручил, Ньюкасл выручил, Тони Кросс тут, А, Алькасер, что ты сделал, Мемфис Дипай, Вейн Руни, и снова Крул, второе спасение уже, за несколько мгновений просто, да, Манчестер поддавил к концу тайма на вес, Крул, великолепен, Тима Крул великолепен, Антонио Валенсия снова, ну что ж, первый тайм позади, пока что, ничего у нас не получилось в атаке, хотя, были подходы, были моменты, были моменты и у Манчестера, в принципе равная игра, Фасиков неплохо смотрится, но это наша позиция, кто бы сомневался, как говорится, Руни, и снова Крул, опасные какие моменты у наших ворот, раз за разом возникает Пасиков, ну вот зачем на него Крул выносить, я не знаю, на невысокого Пасикова, с мощнейшими игроками Манчестера там бороться, Тисокко, Пасиков запросил, получил мяч, Абертан не может убежать там от партнера, от оппонента точнее, и Пасиков обыгрывается с ближним, передача проходит на Де Йонга, Алькасер на Пасикова, Пасиков, дальше вразрез на Де Йонга, Де Йонг, остановился, ждет партнеров, ну и все, атака опять затормозилась, Пасиков ошибается, Кросс на перехвате, классно сыграл, прочитал передачу Александра, ее перехватил, и опять все у нас захлебнулось. Этот матч очень сильно напоминает матч с Челси, когда мы проиграли 2-1, в конце матча все-таки там Челси нас додавил, Манчестер Юнайтед так же поддавливает, поддавливает и в конце может забить, так что нам надо этого избежать, надо самим как-то постараться что-то организовать опасное, Алькасер здесь, ну как он там выиграет, Пасиков в отборе дважды, но никто ему не помогает, очередной проход Александра, Кобыля, навес на Алькасера, ого, а ведь момент, и только Маркус Роха опередил Алькасера, буквально на мгновение, там можно было выжать из этого что-нибудь, хорошенькое, Пасиков, Пасиков, снова Пасиков, и снова Пасиков, но никак не может раскачать защитника здесь, никак, Анита вышел, кстати, Пасиков, но вот теперь лицом к воротам, это уже другое дело, Пасиков, развернул, нет, да как, блин, в последний момент, я думал уже все, сейчас сделаю оголевую передачу, и там кто-нибудь замкнет, не тут-то было, Пасиков, ну еще одна атака, Сисокка, обратно на Пасикова, отдает в тот момент, когда я ускорился, само собой прием мяча от этого ужасен, я вот этого потеря, Айдара, Алькасер, да что за передача у вас, ребята, я понимаю плотно играет Манчестер, соберитесь, пожалуйста, они просто тупо не могут довести мяч до Александра, кобля, вот снова, что это в упор пас, нарушение против Александра, чудом каким-то сумели, оставить мяч для команды, здесь Пасиков один, давайте, пошли, проход, Пасиков, одного прошел, от подката ушел, идет дальше, и Маркус Роха здесь, но я хотел на себя взять здесь, тупо взять на себя, Пасиков опять одного проходит, ну здесь Мата уже возвращается опять в оборону, на противоходе, Пасиков поймал, Швайнштайгер, да сколько у них игроков вообще хороших, три замены по-моему сделали, вышел Швайнштайгер, Ля Казет и Мата, это до замены, да, нам бы таких игроков в запас, чтобы тренер мог усилять игру по ходу встречи, ну а у нас на поле вышел Брейтвейд, свеженький, можно на него играть, Кобыля, Пасиков, центр, Абертан, Пасиков на фланге, открывается, здорово, Пасиков, смотрит, смотрит, где партнеры, тут свежие игроки Манчестера, приходится разворачиваться Александру, и он удерживает мяч, передача в центр, Сисокко, шевелись дружище, шевелись, пас через него на Брейтвейда, Брейтвейд, головой скидывает на Сисокко, что сделал Сисокко сейчас, воткнул мяч просто в Пасикова, в упор, Кобыля, отборолся, но чуть-чуть Депая не опередил, ай-яй-яй, 6.5 оценка, последние минуты, последние минуты матча на Олд Траффорд, не знаю, что нам даст ничья, посмотрим в таблице, но очков мы теряем много в последних турах, это АПЛ, тут по-другому никак, выбрасывает мяч, далековато как-то Кобыля, Ян Мат, ну и все, 0-0, друзья, но в любом случае, это намного веселее, чем играть в центре поля, на позиции ЦАПа, мы создавали опасность, да, не забили, у нас был один шанс, но, там Джонс спас Дехея, и весь Манчестер, видите, вообще моментов-то особо не было в этом матче, хотя у Манчестера Юнайтед, 6 ударов и 5 в створ, ну что ж, несмотря на то, что мы достаточно много теряли, очков в последних турах, соперники теряли их еще больше, Ньюкасл на третьем месте, 38 очков, на четвертом Стоук, 37, Манчестер на этот, как раз таки на пятом, 36 очков, проиграем мы сейчас МЮ, и слетели бы сразу на пятое место, там и Арсенал, Ливерпуль рядом, в общем, вся борьба еще впереди, и Челси, Манчестер Сити, само собой, уже не догнать, тут чуть ли не 20 очков, уже отрыв, удивительное дело, конечно, но вот такое турнирное положение, в любом случае, ребят, всем спасибо за просмотр, не забывайте про лайки и комментарии, увидимся уже в следующей серии, где будет переигровка с Лестером, и два других матча, а также продолжится транспортное окно, пока вроде бы приобретений и продаж у Ньюкасла не было, насколько я вижу, в любом случае, посмотрим, как будут развиваться события, всем пока! Пока!